На бывшей Екатерининской улице, ныне носящее имя Карла Маркса, есть одно примечательное здание. В нем помещалась мужская казенная гимназия, основанная еще в 1812 году. Основательно перестроилась она лишь в 60-е годы прошлого века. Это учебное заведение, как свидетельствует справочник, было высшим достижением городской думы и передовой общественной мысли на Ниве просвещения. Слава ее перешагнула далеко за пределы Крыма. В день 170-летия школы номер один я получил приглашение на юбилей. На билете трогательная надпись «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». Бережно хранят новые поколения все то хорошее, полезное и ценное, что было, и они обогащают всемерно бесценной традицией школы. Под сводчатыми потолками порой кажется, само прошлое присутствует во всем. И те же лестницы, такие знакомые, по которым так хочется стремительно взлететь на второй этаж. актовый зал, внушавший нам торжественность происходящего. И над всем этим веселый говор. Веселый говор первоклассников, смех сегодняшних ребят, их удивительная любовь к своему музею, где бережно они хранят память о тех, кто был и честно пронес знамя своей молодостью. Вспоминается просторный двор, место больших перемен. Многолетние липы и каштаны, окружавшие небольшую гимназическую церковь. В городе было несколько частных гимназий, реальное училище, но не они определяли уровень знаний и выпускников. Мирилом была именно классическая казенная гимназия. Ее уникальный состав педагогов, классных наставников, дисциплина и высокая требовательность. В 1855 году сюда был назначен преподавателем выдающийся химик Менделеев. Позднее мы встречаем такие имена, как Марков, Додорский, Жирицкий и другие. Знания их были огромные. Это были неповторимые индивидуальности, наделенные только им свойственными качествами. Из стен этой гимназии вышли Николай Зибер, видный марксист, работа которого высоко ценил Ленин, народовольцы Тригони Делалов. Многие воспитанники ее стали крупнейшими деятелями науки и культуры Академик Державин, доктор Арент, создатель первого планера, граф Тео, строитель первых гидростанций в России, академик Овсяника Куликовский, всемирно известный художник Айвазовский, композитор Спиндиаров и многие другие. В мое время помню старшеклассников Игоря Курчатова, выдающегося физика XX века, трижды героя соцтруда, его брата Бориса Курчатова, впоследствии лауреата Ленинской премии. Первоклассники всегда с завистью любовались красивой формой гимназистов, завидовали независимости старшеклассников и даже слегка надломленным козырькам, придававшим им своеобразный шик. Представьте себе волнение и моих родителей, да и мое, когда пришло время экзаменов. Пугало то, что для поступления в приготовительный класс мне недоставало года, и тем не менее отец настоял. Золотая осень, прекрасная пора, мой лучший бархатный костюм, пущен вход, белый галстук, ботинки на пуговичках, теперь надежда на судьбу. Надо сказать, этот день обставлялся весьма торжественно. Целый ритуал, блестящие вице-мундиры педагогов, мягко скользящие по коридорам классные надзиратели, приглушенный говор родителей. Многое мне запомнилось за долгие годы пребывания в этих стенах, но этот день для меня как в тумане. Экзамен включал в себя три предмета русский язык, арифметику и закон Божий. С грехом пополам я уже написал диктант, ответил на вопросы по арифметике, а закон Божий сдавали в актовом зале. Длинный стол, за которым восседают педагоги и два гимназических священника. Вызывают по списку. Каждый должен подойти к столу. Страх окончательно завладел мною. Надо идти туда к ним, а ноги отказывают. Эти десять шагов кажутся вечностью. Кто-то из педагогов поманил меня пальцем. Я сделал еще один мучительный шаг. Стуча зубами, как в рихорадке, прочел полагающуюся по программе молитву. вижу эти дядяки о чем-то переговариваются и посмеиваются. И вдруг ошеломляющий вопрос ко мне. А скажи, мальчик, в каком платье ходила Матерь Божья? Опомнился я во дворе, куда доставил слушатель и передал меня дрожащего испуганной матери. Матерь Божья. Матерь Божья.